Спасибо вам огромное за эту возможность, что вы приехали. В прошлом году было у вас на лекции, и за этот год многое поменялось, но до этого было очень много ошибок сделано. И хотелось бы спросить, успели ли я в этой жизни их исправить? Что нужно ещё сделать? Мне уже всё в жизни-то, что там осталось? Что мне нужно сделать, чтобы максимально развить свой потенциал, максимально развить свою духовность? Хорошая, а что вы так боитесь, что вы не успеете в этой жизни? Почему вы так считаете? Ну, считаю, что много было нетравильного сделано. На самом деле всё не так. Это не то, что вы сейчас считаете, так это на самом деле. Всё гораздо глубже. Потому что в прошлой жизни вы ушли из жизни в достаточно молодом возрасте и очень сильно перед уходом страдали, чтобы вы не доделали, что у вас осталось всё недоделанное в жизни. А в каком бы состоянии человек ни уходил из жизни, в такое состояние он потом на всю жизнь не попадает. И поэтому у вас с детства такое чувство, что вы всё не доделаете, не справляетесь, не успеваете. Да? Нет. Ну да, я как будто бы тороплюсь жить. Тороплюсь жить. И хватает за всё, да. Да. Вот это с прошлой жизни идёт. Это вы просто получили такую травму внутреннюю, что вы не успели из-за того, что это... И вот вы сейчас опять попали в такую ситуацию из-за этой травмы. И она побеждается молитвой уже. Но самое главное, надо понять, что вот эти все состояния неправильные, они побеждаются с помощью той практики, о которой вот женщина говорит. Это практика очищения себя от напряжения. Есть разные виды напряжения. В целом у человека циркулируют в психическом теле три энергии. Энергия воды. Ну, то есть не вода, а энергия воды. Энергия воды, энергия воздуха и энергия солнца циркулируют. И нехватка этих энергий приводит к дисбалансу внутреннему. Вот у вас есть нехватка энергии воздуха. Вы всегда чувствуете, что мало сил, не хватает сил, воли не хватает на все. Из отсюда суета тоже идет. Энергия воды восполняется неподвижным положением тела и пребыванием в воде. Энергия воздуха восполняется длительным движением на свежем воздухе. Вот вам этим надо. Ну, вам надо все. Лучше делать все в комплексе, потому что там могут быть дисбалансы. Если одно делаешь, другое перегружается. Надо почитать методичку на сайте torsnov.ru в разделе «Материалы». Методическое руководство по здоровому образу жизни. Там расписано подробно, как омолаживать свое психическое тело. Все болезни человека идут из-за блоков или перегруженности психического тела. Потому что оно дает энергию для органов. Допустим, если в желудке не хватает энергии из-за того, что психическое тело не дает энергии, он постепенно слабеет и становится чувствительным. Потому что человек что-то не то съел, у него гастрит потом дальше. Врачи ему говорят, что ты неправильно питаешься. А на самом деле у него не хватает энергии. И если человек очищает свое психическое тело с помощью аскез, только аскез могут очищать, то он тогда избавляется от болезней и также психических вот этих вот зажимов. То есть этот зажим – это нарушение болевых функций в вашем организме. Я просто благодаря вам стала бегать. Самое максимальное я бегала 11 километров летом. И чувствую невероятный прилив сил. То есть встречаю рассветы по теплому. А бегать с какой скоростью? Насколько комфортно. То есть, как вы говорили, если я правильно поняла, 20 минут один психический энергоцепт. Но там нет, там надо по таблице смотреть. На сайте rsnov.ru в разделе «Материалы» есть расчет времени аскез. Надо купить часы, смотреть, сколько вы по времени бежите и какое расстояние. Вводить туда в таблицу, и вам будет показано, сколько слоев вы прочистите. То, что я вижу, у вас где-то максимум три слоя прочищалось за вашу пробежку. А остальные два слоя не прочищаются. А именно на четвертом блоке слой блок находится. Вы поэтому дальше не бежите, что дальше тяжело, потому что там блок. Но надо все равно начинать с чистки статического напряжения, а не динамического. Потому что там тоже очень сильное общее даже статическое напряжение. Это надо в воде сидеть. Это все по методичке можно изучать и делать. Каждый человек должен этим заниматься, потому что это продлевает жизнь. И качество жизни совсем другим становится. Вот если все эти практики делать, то через год, через два проходят все хронические болезни. И человек может 85 спокойно без болезни жить. Вот я не помню, когда я последний раз обследовался там где-то. То есть мне не нужно обследоваться, у меня прекрасное здоровье. Я бегаю 17 километров за 6 минут 30 секунд километр. Это 1.50 я бегаю. И там, если, допустим, бежит 30-40 человек со мной, то 5 или 6 из них молодых парней со мной вместе добегают до конца. Остальные все... Потом прорубь идем купаться. 4,5 минуты. Вот сейчас в Москве при минус 10 сидели в прорубь. Вот. Ну и так далее. Такие практики. Неподвижное положение тела, длительное движение, посты, пробежки. У меня один помощник мой, ему 25 лет. Он попал в жуткую аварию, там 4 минуты не дышал. Потом у него пробило легкое, чуть ли не оторвало ногу. То ногу еле-еле склеили, там 4 железные поставили. Вот. Он был настолько весь поврежден, что даже его не узнали знакомый родственник. Вот. И через год, потому что он и до этого делал мои практики, у него все начало заживать, как на собаке. Ну все, нога полностью восстановилась очень быстро. Его раньше времени выпустили из больницы. Потому что психическое тело было хорошим. И все начало быстро восстанавливаться. А потом он начал все делать на 5 слоев. И статику, динамику, 4 часа ходил и постился по 60 часов вообще без воды даже. Вот он очень аскетично начал. И через год он просто прекрасно себя начал чувствовать. У него ничего не болит. Как будто он не попадал в эту аварию вообще. Обычно ему дали инвалидность. Но никакой инвалидности нет. Человек прекрасно себя чувствует, отличная работоспособность. 3-4 месяца ему было тяжело. А потом жик-жик-жик, он вышел из этого состояния. Так что надо учиться правильно жить. И вот эти блоки, они вызывают у человека плохое самочувствие. Вот на четвертом ряду вот женщина в очках, светлый волос. Нет, вот сзади за вами. Вы, вы, да, да. Да. У вас очень сильное статическое напряжение. Оно дает чувствительность сильную, высокую. И это идет в личную жизнь и в здоровье. Поэтому вам очень тяжело с кем-то жить. Устаете от людей. Вам постоянно плохо. Это лечится водой, пребывание в воде и неподвижное положение тела. Если вы 7 месяцев это практикуете, то у вас все в жизни изменится. Вам будет легко общаться, спокойствие придет внутрь и так далее. Надо методичку почитать. Я просто как пример привел. А так я вас всех могу разложить. Вы меня тоже разложите. Елена Ильич, можно спасибо сказать так счастлива, что вы прям на меня внимания... Слава Богу, что она несет. Спасибо. У меня так жена мне говорит, ты говоришь, спасибо, что ты у меня есть. Я отвечаю, есть, ем и буду есть. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. А нужно еще обречать немножко? Вот вы вчера говорили про айсберг и, наоборот, про сближение. А если уже два человека, как два айсберга, ну, есть вероятность того, что вернется теплота? А это тоже динамическое напряжение, пятый слой. У вас четвертый слой, пятый слой, динамик по динамике, очень как камень. Когда у человека динамическое напряжение в личную жизнь, он холод в отношении. Когда статическое напряжение, высокая чувствительность, человек не может терпеть близкого человека. А когда негативный тонус идет, нехватка энергии солнца, то тогда разочарование в человеке. Ну, то есть это все энергии просто. Если человек... Вот вам динамику надо на пять слоев очищать, здесь не обязательно бегать, можно ходить. И не обязательно по улице. Можете на беговой дорожке, допустим. Сейчас беговые дорожки даже дома можно купить, поставить, с форточку открыл и пошел. И все, и очищаете себе организм. Побеждает судьбу. По времени ошибалась, значит, я посмотрю. Спасибо огромное. Мужчина, ваш вопрос. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте. Давайте я вам мандаринку дам. А то вы такую фразу сказали, что я не успею, все не успеет. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вот у меня с наступлением циклонов, то есть повреждение давления атмосферы... Вот смотрите, она какая уже в возрасте, да? Не успеет. Молодая девочка такая. И ничего не успеет. Ну как так можно говорить? Все успеете, все у вас будет хорошо. Олег Геннадьевич, с наступлением циклонов, понижения атмосферного давления, с приходом плохой погоды, сырости, влажности, происходят у меня какие-то недомогания, агрессии, сменяется раздражительностью. В общем, судя по вашим лекциям, блоки вообще на все пяти... Нет, 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 не выдумывайте, не выдумывайте. У вас общее статическое напряжение сильное. Из-за этого агрессия, из-за этого напряжения, чувствительность. Это происходит... Энергия воды у человека очень сильно испаряется из-за того, что он очень чувствительный ко всему может быть. Это называется ответственность. Человек как бы чувствительный очень, реагирует на то, что что-то не получается сильно. И надо просто ее восполнять, эту энергию воды. Надо два раза в неделю в бассейн ходить 28 градусов в 70 минут. Если 22 градуса комнате температуры, то 40 минут всего достаточно. Но после 22 градусов лучше уже погреться, в теплом побыть. И неподвижное положение тела 4 раза в неделю по 65 минут надо или стоять, учиться там. Методичку почитайте, разные есть статические упражнения. Если вы это будете делать 7-8 месяцев, у вас полностью восстановится психика, вам станет спокойно, вы не будете нервничать, жлиться, переживать. Это просто нехватка энергии воды делает вас таким вот, чувствительным. Да, но почему-то мне наоборот плохо при сырости. Да, вот когда у человека нехватка энергии воды, то само движение энергии воды может страдать. Вот как определить, допустим, нехватка у тебя какая? Если ты выходишь на воздух, на свежий, и тебе так раз напрягает, значит у тебя проблемы с воздухом. Вот у меня Женечка, он постоянно беспокоится. Чем ниже температура, тем чище прана энергия воздуха. И у меня, допустим, энергия воздуха хорошо движется в организме. И я вот на минус выхожу, мне хорошо, я чувствую себя отлично. Я даже не одеваю там курточку. Ну, какое-то время я могу там на минусе спокойно стоять, вообще без проблем. Олег Иванович, а почему вот эти блоки проходят с повышением атмосферного давления, с выходом солнца, с уходом, в общем, циклона? Давайте я закончу. Вот. И, допустим, если человек на ветер выходит, его сразу раз, это значит, что у него энергия воздуха движения страдает. Это значит, ему надо, вот что его напрягает, там быть. Если у человека влажно, он влага напрягает, значит, энергия воды страдает, значит, надо на влаге быть. Что касается циклонов и всего остального, то тайна этой проблемы заключается в том, что у человека есть пять психических слоёв. И самый первый психический слой отвечает за взаимодействие с людьми, с климатом, с погодой, с городом, с этим и со всем. И у вас энергия праны или динамическое напряжение, энергии токсинов или нехватка энергии солнца, блоки стоят в самом начале первого слоя. И они вместе вот так стоят. И поэтому у вас природно проблема с акклиматизацией идёт. Это уже не связано с энергией воды. У вас общее напряжение энергии воды. А здесь есть ещё блоки у человека. И у вас с рождения вот склонность такая есть. И сейчас эти блоки достаточно развиты. Вы будете деленное движение совершать достаточно долго и хотя бы интервальное питание делать. Интервальное питание, это там, допустим, вечером поел, следующий раз в обед. Там хотя бы 14 часов поста там будете делать, то у вас пройдёт эта проблема. Вы не будете чувствовать сильного расстройства при контакте с аномальными какими-то природными явлениями. Но склонность небольшая к этому будет на всю жизнь останется. Но проблем не будет. А вот это не может быть влияние там вредных атмосфер... Ой, вредных выбросов, вот когда вот идёт инвазия? А, я понял, понял, да. Значит, смотрите. Самая главная проблема это нас травят скоты. Вот травят нас. И всё из-за этого. Просто есть разные теории, понимаете, разные теории. И они указывают на то, что люди не врубаются вообще о том, как человек устроен. Вот, допустим, у меня дедушка, один мой родственник, он жил в Чапаевске. Это такой город, там просто всё отравлено. Там химический завод делает выбросы. Может, сейчас уже не делает, я не знаю, но когда я там был последний раз, там нечем было дышать. Он прожил 70 лишних лет, почти не болел. У него была любимая работа, и он такой жизнерадостный, хороший, но дышать было нечем. люди думают, что именно экология даёт основную проблему человеческого существования. У человека очень большой запас прочности в плане всех этих химических веществ, которые мы можем не те потреблять, там какой-нибудь ртут, там ещё что-нибудь, понимаете. Но у человека самая главная проблема это нарушение работы психического тела. Психическое тело страдает из-за нехватки контакта с природой. Вот мы сейчас сидим в помещении, у нас не хватает контакта с энергией природы, и мы адаптированно всю жизнь так живём. Мы не живём на природе, понимаете, мы не контактируем с природой, и поэтому у нас хронически не хватает энергии воды, воздуха и солнца. Из-за этих нехваток человек становится настолько чувствительным, что он может реагировать даже на выбросы каких-то там, допустим, ну, допустим, если человек, психическое тело работает очень крепко, ну, допустим, там в Челябинске там какой-то завод что-то выбросил. Через два дня у него, и он хватанул это, через два дня у него это всё выходит из организма, потому что для этого организм имеет достаточно энергии. Но если энергии нет, как бы человек дышит на ладанку, то тогда, конечно, и выбросы будут там, ему палец покажи, он помрёт. Вот, и выбросы будут влиять, и всё, чего не лень, всё будет влиять. Понимаете? То есть мы становимся слабыми из-за того, что нам не хватает контакта с энергией природы и аскез. Не хватает движения, не хватает. А так бы всё восстанавливается. Вот я, допустим, за год прилетаю 60 тысяч километров. Это два раза вокруг Земли. И это очень мощные вибрации. Я 30 лет уже летаю так. И благодаря тому, что я правильно живу, я эти вибрации все вывожу из тела. Конечно, всё равно осадочек какой-то остаётся, но не такой сильный, чтобы прекращать эту деятельность. Понимаете? А из-за того, что у вас психическое тело страдает, в частности, общее статическое напряжение, оно что делает? Оно увеличивает чувствительность в организме вообще в целом. Вот все виды аллергии, допустим, чувствительности на вещества, на различные. Всё это связано со статическим напряжением, нехваткой энергии воды. Вот у вас на втором психическом слое, который со слизистыми оболочками связан, есть сильный блок статического напряжения и динамического напряжения. Они два вместе. Динамическое напряжение слизистой оболочки делает обескровленными такими, а статическое напряжение воспаление на слизистых даёт. И поэтому у вас слизистые носа, горло, бронхов очень чувствительные. Малейший какой-то выброс, и вы сразу чувствуете это всё. Но причина это не химические вещества, как вам врачи говорят, а причина ваше психическое тело, которое истощило ваши слизистые оболочки, и они поэтому реагируют на всякую хрень. Но взять других людей, у которых нет блоков, они не реагируют на эти выбросы. Они быстро с ними справляются. Поэтому выбраться это нехорошо, но они не так вредны для человека, как нам это объясняют. Главная проблема это гиподинамия, это нехватка контакта с водой, недостаточные статические упражнения, нехватка контакта с солнцем. И сегодня у меня суббота-воскресенье ещё онлайн идут. Я сегодня онлайн делал, и на меня солнце было ясно-солнечный день, на меня солнце светило, и примерно вот сейчас вот в это время где-то 45 минут на солнце один слой очищается. Примерно за 45 минут, если на солнце находиться, очищается от токсинов один психический слой. Вот именно здесь, в Челябинске. Я сидел на солнце, очистил один психический слой, прям так классно, какое хорошее настроение. А говорили, загорать нельзя. Значит, вот слушайте меня. На солнце нельзя. Вообще, на солнце нельзя. Ветер опасный, свежий ветер опасный. Вот, с водой контактировать нельзя. Больше всего надо быть на земле. Надо к ней привыкать. Вот. И если ляжешь на землю, допустим, вот так ляжешь на землю, надо ручки так вместе, вместе, вот так, свечечку, свечечку, вот так. Нет, Евгений, вы говорили, что загореть, можно получить меланому. Это ваши слова. Ну вот сейчас объясню, как это происходит. Вот меланома, это пятый психический слой. То есть надо, чтобы очистить блок на пятом психическом слое токсинов, это надо на солнце находиться при сильном солнце, 25 минут в слой, примерно 2 часа с лишним. Если человек чистится, допустим, находится на солнце и он прочищает какую-то часть, а там непрочищенно останется, создаётся дисбаланс. Понимаете? Или, допустим, на блоке человек, допустим, как люди делают? Он пошёл на солнце, гуляет, 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 потом раз, он чувствует, солнце его повело, потому что когда до блока доходишь, токсины начинают выходить. И тебя ведёт, ты чувствуешь, тебя ведёт. О, страшно! Человек убегает, и он до блока дошёл, его возбудил и убежал. А кто блок будет лечить? Как его причищать? И там возникает дисбаланс вот этот вот перенапряжение организма, которое может привести к онкологии. Но если человек чистится солнцем постоянно, вот я в Израиль приезжаю, там в воде стою, чтобы солнце охлаждалось, и прямо на солнце вот так закрытыми глазами стою и чищу организм. По пять слоёв чищу на солнце и вообще отлично себя чувствую. Два с половиной часа на солнце можно только? Ну, там целая методология, то есть надо до чистки солнца надо сначала водой очиститься, потом воздухом. Вода самая милостивая среда, с неё надо чистку начинать, потом воздух на втором месте, на третьем солнце. Солнцем надо быть осторожным. И начинать сначала в воде побыть, потом на солнце, потом опять в воде. Вам надо методичку почитать, я не смогу вам её всё рассказать за целую лекцию. Ещё, Олег Геннадьевич, вот смотрите, стоять у меня не получается, я просто один раз упал. Да, вы упали, потому что на третьем слое есть серьёзные блоки, и когда вы до него доходите, у вас сильно кружится голова, тонус снижается. Можно сидеть в бабочке, это самое простое положение тела. Вот так, стопы вместе, колени в розь. К спиночке стула, или спиночке дивана прислонились, стопы вот так вместе, если чувствуете, всё затекает, по-турински сели на 20 секунд, потом опять сидите в бабочке, так же с 25 минут. Можно, то есть, уйти от позы? Да, можно уйти на 20 секунд, не больше, и потом опять вернуться назад. Другое положение не надо делать, то же самое. А хождение 4 часа поможет без статики? Нет, потому что у вас основная проблема со статикой, прежде всего. Общее статическое напряжение, даже статические упражнения не помогут, надо в воде сидеть. Спасибо, Виктор Иванович. Видите, вам надо всем методичку почитать, чтобы вы мне все задаете эти вопросы, которые в методичке всё написано. представьте, вы пришли в туалет, он какой-то новый, по-новому как-то устроен, и бортпроводник, допустим, вы подходите к нему, скажите, пожалуйста, как пользуется туалет? Он говорит, ну, только инструкция на двери висит. Он говорит, нет, вы мне не расскажите. Мне с вами приятно поговорить об этом. Ну, мои хорошие, ну, представьте, если каждому объяснять, как пользуется туалетом, то с ума сойдёшь. Есть методичка, почитайте, там всё написано, что надо делать, и всё, каждому человеку одинаково. Сначала в воде надо сидеть, потом делать статические упражнения, потом подключаем длительное движение, потом посты или баню, и вот так постепенно очищаем своё психическое тело. У всех примерно одинаково, просто блоки везде по-разному, но если человек все пять слоёв чистит, у нас всего пять, то тогда всё одинаково, все делают одно и то же, через восемь-девять месяцев качество жизни полностью меняется, начинают проходить хронические болезни, психика успокаивается. А если вы сможете, допустим, научиться в очень холодной воде сидеть, вообще вы станете спокойными, как так. Все обиды проходят. Ледяная вода убирает у человека полностью обиды, гнев и сердце, спокойствие полное вообще, штиль. Но и она несложна, можно людям всем... Вода это милостивая среда очень. Когда я приезжал в Иркутск, то после лекции со мной была осень, где-то вода была 7 градусов 70 человек поехало на Енисей или как там Кайрик или как там Байкан, Ангара, Ангара, на Ангару поехали 70 человек, там бани стоят прямо на берегу и мы встали в воду все, пожилые женщины, дети, там повизжали чуть-чуть буквально, на два слоя визжат, там ну 7 градусов это надо 12 минут стоять, где-то 4 минуты повизжали, потом песни пели уже, тело расслабляется и все, не холодно и потом после этого все в баню, там все бани забили там что есть, вот, а потом опять в конце Ангару на один слой это всего там 2 минуты постояли в конце и все как летать начали, потом они целый чат создали, и все ходили в баню, потом вместе так же уже после меня и вот так вот поменяли свое качество жизни люди очень сильно даже люди очень больные они вода в ледной воде ничего не происходит плохого с человеком если он не выходит раньше времени если зашел вышел тогда может заболеть а если все 5 слоев простоял вообще нет проблем Олег Геннадьевич разрешите вопрос про холодную воду вот видел есть такой дядька Бимхо вот ледяной человек который в холодной воде собственно сидит долго беспокоит его состояние кожи то есть что как будто бы ледяная вода она ставит вот если допустим использовать ее там час дольше а это не нужно зачем это работает дело в том что вот ледяная вода если 4 градуса то в ней чтобы очистить полностью все психическое тело надо находиться 4 с половиной минут все этого достаточно дальше уже чистка по второму по третьему по пятому кругу идет в этом нет необходимости то же самое длительное движение вот я 17 километров пробежал или человек 21 километра прошел это один раз он прочистился дальше по второму кругу уже не надо все ну прочистился один за один раз и хватит на солнце 25 минут вот в Сочи на восходящем солнце один слой чистится 2 часа 5 минут простоял все полный цикл прошел ты никогда когда ты полный цикл чистить все никогда не будет перегрузки все будет нормально просто надо все делать правильно перед солнцем вода и после солнца вода и тогда ты никогда не перегрузишься вы когда-то просто рассказывали в лекции, слушал много разных лекций про экстремальный способ, то есть если чистить, например, три раза в холодной воде все каналы, то можно вырастить еще слой зубов. Нет, ну как бы это я так просто вам ну вы все серьезно воспринимайте я говорю о том, что есть, мне спросили почему иногда зубы у человека отрастают, нет зубов и отрастают, ну и как приводился пример человека, который в тайге там чуть не замерз, выжил но потом у него все зубы выпали и выросли заново. Вот этот феномен существует, что когда чистки идут подряд многократно, возможно включение каких-то дополнительных жизненных сил, резервов, но понимаете, это не надо делать именно так думать и мыслить, потому что надо хотя бы научиться на один слой чиститься регулярно и просто восстановить здоровье а потом уже дальше смотреть надо ли тебе там жить 150 лет, вот что вы будете делать там, ну вырастет у вас все зубы там все уже сдохнут давно уже новое поколение как бы люди а вы все живете сколько можно Желать счастья, жить для людей как вы советуете чем лучше, тем лучше Ну вы подживите хотя бы нормально вот там 85 лет хватит Зачем вам замуж замуж никто не пойдет там сто лет уже пусть там, допустим крепенький такой но все равно же некрасивый уже старый женщине не понравится бабку Ёжку себе не будешь брать замуж а? не факт что не факт? конечно, душой хороший тоже хороший человек ну вы же не мужчина почему вы так говорите мужчинам молоденькие девушки нравятся обидно обидно? ну так не бросайте своих мужичков тогда все нормально не будет обидно если понятно если как бы в 65 решила замуж выйти тогда конечно будет обидно в основном молоденьких все будут ладно, в честь женщин, которые которые сейчас музыку проверим которые хотят замуж и попадаются какие-то непонятные люди все время каким женщинам посвящаются песни